Интересно посмотреть, просто видеть, когда на улице все нельзя сразу, а так вот можно посмотреть на горы, на солы, со стороны, как бы. Мне она нравится намного больше, она стала ярче, светлее. Красивее, очень много появилось новых строений, много восстанавливается. Больше стало туристов, которые приезжают и у которых просто светятся глаза. И от этого просто становится очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если где-то в Сибири, в Карелии есть лес, есть золото, есть нефть, то в Москве идет полная продажа исторического ландшафта Москвы и исторических территорий. Это является той валютой, которой расплачивается город за свое бесконечное финансовое процветание. И каждому, кто подъезжал к нам здесь, открыл... А.Егорова 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 Вообще исторический центр должен быть. Обязательно. И я думаю, что в любом городе не обязательно в Москве. Питер, он остался Питером, как его построили. Я думаю, Москва должна остаться так же. Не нужны какие-то многоэтажки взамен вот этих маленьких шикарных домиков. Из того, что и в то время, а что касается центра города, там, где исторически сложились эти дома, они как память, их не надо трогать. А так, конечно, мы не можем. Просто чисто с изображения плотности застройки даже. У всех в памяти еще осталась та Москва. У всех в памяти осталась та Россия. Эти дороги без пробок, эти старые модели, Жигули, здесь же еще нет иномарок. И такой Москвы больше нигде нет. Это единственный макет в мире, передвижной макет, который с электросветовым комплексом. И для Москвы она дорога как история, как память. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА